Барнаул, транспорт и масса дорожных проблем, которые горожане испытывают вот уже месяц с начала ремонта моста на новом рынке. Для повышения транспортной доступности власти краевой столицы первым делом решили внедрить выделенные полосы. Неудобный для машин, но комфортный для общественного транспорта. А вот дальше, говорят эксперты, не обойтись без платных парковок. Следующий шаг, знаете какой? Платная парковка в центре города. Как бы мы к ней не относились? В чем там зазорного? Доехал на общественного транспорта, приехал, он должен быть комфортный, да? Вот комфортность общественного транспорта, она хромает, но она будет решаться в перспективе. Я считаю, что это сведение платных парковок по городу, и в эту тему давно уже русируется, я думаю, когда ли поздно город к ней придет. По мнению экспертов, платная парковка решит ряд вопросов. Во-первых, движение по выделенным полосам для общественного транспорта будет свободным. Как показывает практика, автолюбители паркуются, каким удобно, несмотря на знаки. Во-вторых, разгрузить третью полосу движения по Ленина в сторону речного вокзала, где сейчас паркуются водители. Однако нововведение не одобряет большинство автолюбителей. Да против бы, конечно. Почему? За что платные парковки-то делать, почему? Как бы все спокойно ездят, как бы все замечательно. Я не вижу этого смысла. Так можешь вообще тогда сделать везде платно. Смотря сколько стоит будет. Да проще оставить так, как есть. Отрицательно. В принципе, если другой ситуации нет, то, конечно, тут уже вынужденная мера. Наверное, против. Почему? Всегда бесплатно было. Против платных парковок высказались и подписчики телеграм-канала сайта Толк. По результатам опроса 48% голосующих не поддержали идею. 22% отнеслись положительно. 10% параллельно. Они ездят исключительно на автобусах. И 8% совсем без разницы. Другой момент. Для создания платных парковок еще нужно учесть немало важных моментов. Скажем, надо подходить к этому с умом, потому что есть определенные требования к платным парковкам. Что необходимо, допустим, решать проблемы с парковкой во дворах прилегающих. То есть это надо шлагбауму делать. Во-вторых, надо делать только в тех местах, где наблюдаются проблемы. То есть либо это выделенные полосы, которых могут парковки мешать. Либо это места, где паркуются в 2-3 ряда. Пока идея с платными парковками на уровне обсуждений. Но, как показывает практика, с выделенными полосами предложение может стать реальностью. Вопрос, правда, во времени. Создать платные места под авто в ближайшей перспективе явно будет непросто. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком.